Благие намерения российских чиновников разрушительнее любого торнадо. В музее Маяковского скоро начнется ремонт, который музею необходим. Но вместе с этим ремонтом мы рискуем потерять уникальную экспозицию. Под предлогом ремонта чиновники хотят переоборудовать музей под мультимедийный центр. Коих в Москве и так много. Бизнес – ничего личного. Но бизнес к Маяковскому не имеет отношения. А ремонт можно сделать, не трогая уникальную экспозицию. В этом уверены эксперты. Но Маяковский бешеных прибыли не приносит. Значит, надо уничтожить экспозицию, внедрить в руководство музея своего человека и поприжать упрямый коллектив, противящийся столь выгодному культурно-денежному обогащению. Действительно нужен ремонт коммуникаций, освещения, вентиляции. Но предыдущая директора Срежнева Светлана Ефимовна хотела все это провести без демонтажа экспозиции. И та проектная организация, которая готовила все это, сказала, что это возможно. Что возможно упаковать, закрыть и провести без демонтажа экспозиции, без уничтожения того, что есть. Художники, в том числе Амас Пюр, который создавал эту экспозицию, сказали, что если демонтировать экспозицию, то восстановить ее, скорее всего, не получится. Но не скорее всего, а просто не получится. Это будет что-то другое уже. На данный момент исполняющая обязанности директора Морозова Надежды Георгиевна, она находится в конфронтации и с художниками, которые создавали эту экспозицию, и со сценаристом Тарасом Поляковым, который писал концепцию этой экспозиции, и, собственно говоря, с частью коллектива музея, говоря о том, что она сама знает, как делать музей, что нужно музею и как он должен работать. При этом у нее нет опыта руководящей работы. Она никогда не управляла ни отделом, она не была на должности заведующей отделом, к примеру, хотя бы. Она работала в ГМИИ, последнее место работы, это ГМИИ имени Пушкина, откуда она уволена по статье за невыполнение трудовой и хранительской дисциплины. На сайте Департамента культуры появилась статья о том, что в летом 2013 года музей закрывается на ремонт. Лето 2013 года – это юбилей Маяковского. 19 июля ему исполняется 120 лет. То есть получается такая очень красивая ситуация, что к 120-летию музей закрывается. В эфире радио «Эхо Москвы» в декабре Сергей Александрович Капков успокоил всех, сказав, что музей будет работать весь 2013 год. Но никаких письменных подтверждений этому на данный момент не существует. Мы очень хотим, чтобы было письменное уведомление о том, что музей не закроется в 120-летие, что ремонт будет проводиться без демонтажа экспозиции, о чем тоже Сергей Александрович говорит, что что вы, мы не будем делать никакого демонтажа, мы сохраним эту экспозицию. Финансирование-то выделено в полном объеме на этот год? Нет, финансирование выделено не в полном объеме. То есть, к примеру, по бесплатным билетам, которые предоставляются Департаментом культуры, по сравнению с прошлым годом, выделена сумма в два раза меньше, что тоже заставляет задуматься. Мы все-таки хотим добиться того, чтобы был создан координационный совет, который будет следить за ходом ремонта, чтобы в этот координационный совет входили создатели экспозиции, и чтобы это действительно делалось очень-очень аккуратно и согласовывалось с этими людьми. На данный момент Морозова Надежда Георгиевна считает, что она одна может все сделать, она одна может сделать новый музей, она одна может сделать новую экспозицию, она одна может провести ремонт, абсолютно не советуясь и не пытаясь прислушиваться к тому, что говорят сотрудники музея. Огромное количество иностранцев приезжает в этот музей посмотреть на экспозицию. Прежде всего на экспозицию. Они ничего не знают про Маяковского, они не знают, кто это, когда он жил, но они приезжают посмотреть на эту экспозицию как на памятник конструктивизма. И после того, как они обходят эту экспозицию, они спрашивают, а кто такой Маяковский? А что сделал этот человек, что у него такой музей? И мне кажется, что просто если сделать очередной современный центр, это будет приносить деньги, наверное, да. Сюда будут приводить детей, сюда будет приходить какая-то молодежь, здесь будет выставляться авангард. Но из места показа номер один, который может стать для Москвы туристического, этот музей, он превратится в некий очередной центр, в нечто еще одно. То есть он утратит подлинность, уникальность? Он утратит свою уникальность, конечно же. Современность, какими бы ни были ее благие намерения, не должна уничтожать подлинную историю. Тем более, что Маяковский классик и современен всегда. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.